Я все-таки подошел к негритянке. Так, бомбоны за 500 рублей. Пью перья, как там, зачочки. И вот такая, готовая, будет у тебя стоить благородно. Рад приветствовать вас на новом пикаперском видео. Но вначале о делах. Рачун за топлану энергию. Сколько я должен бабок за прошлый месяц? Это мне звонят? Это вы мне звонили? Если что, я знаю такие приколы. В Каменске-Уральском тоже был такой таксофон в центре города. И когда прохожие проходили разные, мы звонили на этот таксофон. Прохожие просто подходили и брали трубку. За тепловую энергию за март должен 4000 рублей. Батареи были выключены. Я думаю, 4000 рублей это просто за то, что они существуют. А что вообще я вышел-то? Дело в том, что я сегодня работал, сидел, работал. А потом решил заглянуть в свои скрытые альбомы на планшете. И решил пересмотреть одно старое видео домашнее. И подумал, блин, what the fuck? Какого хера я сижу дома и работаю в такую клевую погоду? Вау. Надо, мне кажется, сорвать и подарить как букет. Той девушке, которая мне понравится. Но пока я вижу мужиков только, сербов. Ты на месте, котка? Как ты поживаешь, кот? Доска с умершими. Здесь иногда развешивают на столбах. Там вот, возможно, кто-то умер, а я иду за мороженым. Вот это так себе. Монгамс за 99 рублей. Такие менее шоколадки за 60. Вот этот вот заманчиво выглядит тик-так. Бомбоны за 60 рублей. Взял обычное мороженое. Оно, скорее всего, без всяких добавок. И тик-так. Просто это такой цвет. С детского садика мне знаком. Надо вспомнить, как это на вкус. Походу, розы колючие. Время тик-така. Две. Как в рекламе. Твердые карамельки. Отскакивают от зубов. Почти безвкусные. Наконец-то они появились. Тут можно взять мясо и попросить зафаршировать его. Три штучки стоят 260 рублей. Это почти полкилограмма. Так, ну амлеко. Возьму вот это за 140 со скидкой. Здесь есть на 10 рублей дешевле. А, вот это возьму. Дукат. Дукат донской табак. Савандаисы. За 90 рублей. Так, бомбоны за 500 рублей. Ускорственные бомбоны. Блин, негритянка мимо меня прошла. А, я даже не подкатил. Каная же закрыта. Здраво. Здраво. У Бориса. А, у меня как-то скидывается его приглашение. Минимальными вложениями вообще. Сколько он берет? 600. Тригут всех одинаково. Да. Но он немножечко лучше. Приходишь, что я стригут под сербы. Да, да, да. Фотографии они никогда не всегда смотрят и никогда не делают то, что я показываю. Ну да, да. Я тоже как бы это забил. Я пришел под сербы. Стрисся в себя. А вот здесь были? Это это самое. Это для центра детской. Нет, для аутистов. Да, ну вау. С особенностями. Да. Сейчас посмотрим мастерскую. Костя шьет шляпы. Это все на продажу, да? Получается. А вот смотри, Костя, вот я так допустим хожу. И мне какую ткань было лучше выбрать? Все-таки идеально. А я шью из фетра. Ага. Это просто фетр. Ну это шерсть. И он просто может быть разным цветом или разной отделкой. Но это не летняя получается? Я летнюю шить кожаную. То есть фетровая еще легче. То есть я могу и кожаную шить, да? Или вот, например, как здесь вот видишь, это и фетровая, и кожаная. Ну это довольно-таки легкие, легкие шляпы. Их можно носить летом спокойно. Ага. Ну, из них у меня их нету, поэтому я пока не шью. А ты, Игорь, носишь шляпу? Да. Вот мы сейчас с Игорем делаем шляпу. Ты такой прям сразу стал романтичный. А можно я тоже что-нибудь померю? Для большой головы что-нибудь есть это? Игорь, это шляпы похож на персонажа из фильма «Трое водки мечтать». Вау. Ого, какая. Вот бери как-нибудь. Красота. На шарманщика похожи. Шарманщика я? Нет, это не мое мне-то. Вау, нифига, я прям как ковбой. Да нет, сколько. Какой же это? Рейнджер. Рейнджер. Давай. И ты любишь с маленькими сам полями, да? И вот такая готовая будет у тебя стоить. И вот такая готовая будет у тебя стоить. 150 евро, да, примерно. Именно такая, может даже дешевле будет. Да? Да, в смысле вот такие вот. Поэтому я хочу запустить свой бренд шляп. В смысле именно. С твоим стилем? Ну, то есть я могу делать шляпу на заказ. Они будут, да, 150 евро стоить. А эти я делаю, грубо говоря, сразу, ну, как выслатьте. Ага. Я самую забыл эту форму, да? Она сделана в форме... Это сербская шапка, называется Шайкаш. Это же пилотка. Военная? Да, да. Военная. А она шире, она шире. Вот. И я поставил ее и решил сделать шляпу. Ага. Широпка. Точно. Только будет шляпа, а не пилотка. То есть вот я тоже здесь с кожей экспериментирую. Ага. Они потру за тратом по материалам точно такие же, как и на заказ. Просто эти я хочу делать массово и продвигать их в быту, ну, в люди, поэтому они будут дешевле. А получается декор, это ты вот это вот имеешь в виду? Да, декор, это всякие ленточки, пю-перья, какие-то там, не знаю, значочки, ну, все, что вот сверху навешивается. Поля тебе может сделать большие, потому что, ну, я все смотрю вот так, да, они просто верят, для них это как ним, знаешь, как фон. Вот. Маленький поляр, тебе тоже можно, они, ну, как бы, они, они не сильно изменят. Поэтому там тут больше комфорт, ты, условно говоря, ты ходишь, и тебе просто некуда эти поля дети соревноваться, и ты такой, мне она уже маленький. Ага. Или ты, например, ходишь, и у тебя есть всегда место, куда ты шляпу полешь, и тебе все равно, и ты такой, мне нравятся большие поляры. Ага. Или, например, эти вот, эти шляпы от солнца не защищать вообще, ну, что, вот так, да, вот, а это, конечно, уже даст тебе тень. И ему кажется, что я ее ношу, в смысле, правильно, что она для меня. Ну, это не потому, что у тебя подошла, а потому что, грубо говоря, я ее ношу спокойно, знаешь, ну, как бы, вот, не напрягаясь. Вот, если тебе сейчас одеть смокинг, какой бы красивый бы его ни был, да, ты будешь в нем себя чувствовать дикоформу, что ты такой одежды не носишь. Точно. Ну, так же здесь, то есть ты, ну, как только ты будешь в нем уверенно себя чувствовать, ну, типа, я каждый день хожу. Конечно, очень много людей не носят шляпы, потому что они не чувствуют себя комфортно в них, в смысле, знаешь, как, как самозванцы. Типа, носить могут все, но не все могут носить, потому что они сами себе не позволяют, сам себе не разрешен носить, это видно, ты по улице идешь, это он, он ее поправляет, когда же он чувствует, что, знаешь, как-то, ну, как-то дискомфортно. Это лечится, ну, словно говоря, поноси ее полгодика, просто, просто поодеваю вот так, знаешь, не напрягаясь, не думая, поспорить она к твоему одежду, там, к стилю. Как она выглядит, вот надо в зеркало посмотреть, я сейчас не буду, как зиот, нет? Нормально. Так, ну, че, поставьте лайк, если стоит взять такую. Это нормально? Да. Слушай, у меня жена такую же тему делала. У меня жена такую же тему делала, вот буквально. Они такие тяжелые. В химках. А сколько стоит? Пытаюсь себе выставить по тысяче, но пока не выставим. Динар, да? Да. Вот я Игорь делаю сейчас шляпу, да? Ага. Это будет котелок такой. Он будет, должен быть состаренный и твердый. Ага. Вот, это вот тот же материал. Некий, некий состав, который у нас творится в спирте, и покрываешь, и он застывает, и он становится твердым. Вот я покрываю этим составом войлок, и он, он постепенно становится тверже. Потом я там начинаю его там красить, там, лаком, еще чем-нибудь, натирать, шкурить, и он поднялся такие пятна. Ты можешь сказать, вот, слушай, у меня вот здесь такая пиздолая, вот хочу ее прикрепить куда-нибудь, ну, там, у меня цепочка, брошка, ну, все что угодно. Просто, вот, после половины я там уже придумал. Обычно нет никакого плана, нет никакого правила, как это сделать. Вот беревочки. Я просто их, когда вижу, где-нибудь покупаю, я не знаю, какой. Просто потом сделаю шляпы, и начинаю просто прикладывать. Нравится, не нравится, нравится, не нравится. Могу сделать, понедельник полежит, забрать, потому что у него передумал. Так, я все-таки подошел к негритянке. Так, бомбоны за 500 рублей. Все, что она сказала, это ссори. Но она постоянно гоняется со своей подружкой. Они сказали просто по-английски ссори. Сначала одна негритянка, потом ее подружка. Они обе какие-то спортсменки, это негритянка у нее такие. Она такая плечистая, талия узкая какая-то. Ну, в общем, как бы она женщина, вроде бы. В общем, они навстречу, я их пропускаю. Прохожу и думаю, блин, вот опять, короче, я ее пропустил. А это уже было, наверное, раза два. Думаю, все, сейчас я точно подойду. Разворачиваюсь. Подхожу рядом, говорю, hello. Такая, о, hello. И я немного отволнения начала и по-русски говорить. О, привет, я тебе познакомиться хотел с тобой. Она такая улыбается, извини. И как бы уходит. Я сейчас с открытым ртом шел. Блин, я просто еще весь чешусь. Что за фигня? Там такие губы красивые, такие толстые. В общем, красивое лицо. Только что я заплатил за хату. За предыдущий месяц весенний. Который я провел без отопления. Заплатил я восемь тысяч динар. В рублях это шесть-семьсот. Не так уж и много. Вполне демократично. Как в демократичной стране. Здесь вот такой парк. Здесь вот такое кладбище. Там вот будут турники. И ленивый пес. Которого можно гладить. Тискать. Лобузыскать. Проблескать. Здесь я не потеряю камеру. С этими словами. А, это я случайно там заснял походу. Мужика, который отливал. Либо дрочил. Не знаю. Пока я подтягиваюсь нуль раз. Сейчас не знаю. А если вокруг не будет людей. То может быть мы попробуем подтянуться. Не хочу позориться. Так, что. Ну, блин. Да я просто неохота мне. Я бы так-то подтянулся. Но мне неохота. Женщина идет. Сейчас спалит меня. Я просто вечером хотел бы подтягиваться. Ладно. Фикса с вами. Ради вас. Опозорюсь. Кстати, позор. Это, по-моему, внимание по-сербски. Ох, ебать. А это вот кто такой спит. Можно тебя погладить? Красивый. А я тебя там искал. Благородный. Ой, 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 ой. Там вот славянногорецкая борьба у кого-то. Хочу какое-нибудь новенькое эскимо поесть. Здесь вот я уже показывал. Это вот супермаркет. А за ним будет мини-стор. Наверное, вот это возьму. Хочу хладобед. Сладобед. Сладобед. Хороший я русский. Да, есть. Очень хороший. Женщина угадала, что я русский. Отдаваю чих ягода. Клубника. Парень говорит своим друзьям. Открываю. И там уже клубничный аромат. Запах прям как вот, знаете, в Воронеже есть такое известное мороженое. Ягодное. Вкусно, но на небе вот у меня осталась такая фигня, как и в детстве. Если снег поешь, какой-то типа осадок. Злая тёчка. Не работаешь сегодня. О, сегодня клёвое. Здрава? Ну ничего. А это я себя. Могу? Можешь. Клубника. Беру два. Вот это вот, кстати, вкусное оказалось. Хотя это робусто, скорее всего, с чем-то там. 119 рублей. Борилла такая за 550 где-то рублей. Полкилограмма. Такие за 300 рублей. Бантики. Трубочки за 250 рублей. Странные за 400 рублей. И всё это нужно приправить. Сос, песто. За 500 рублей. Также тут есть вот. Гарганели. За 430 рублей. Какая-то местная штука за 300 рублей. Взял литр йогурта за 140 рублей. Без скидки 200. Ну и на погоны какие-нибудь бомбоны. Яблоки за 100 рублей больше килограмма. Здраво. Едну пиццу. Круглая. Там. Сад носим. Кстати, зацените, как написано мини-пицца. Я про эту букву Z знал. Латинскую. Но вот то, что пицца так, что буква P так пишется, как наша R. Вот это я не знал. Катей Тимофеевич, ты каждый день спишь. Как насчет встать, отряхнуться, пойти погулять? У тебя тут такой большой город вокруг, а ты сидишь тут за забором и спишь. Ну ладно. Спокойных снов тебе. Так, это что за тусинг здесь? Что за тусинг? Почему ногами? Мое любимое дерево. Это во мне Артемовск. Ну вот так выглядит выходной день в субботице. Практически везде. Какая прикольная лесенка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...